В настоящее время выкладка картинок на разные ресурсы достаточно однообразна. Нарисовали вы персонажа или окружение, залили его в какой-то арт-стейшн и инстаграм, и всё, картинка живёт своей жизнью. Привлекает каких-то подписчиков, в общем, находится в состоянии камня в лесу. А что, если я скажу вам, что такую картинку можно очень интересно анимировать буквально-таки за 5 минут? И это не кликбейт. И всем панк-рок, дамы и господа, с вами CG Speak, всем здрасте, всем привет. Сегодня разбираем интересную тему про то, как за пару кликов сделать анимацию на вашей работе и сделать её более объёмной. Для старта нам нужен Adobe After Effects и такая крутая примочка, которая называется Volumax 7. Если что, эта штука платная, но вообще, знающие люди говорили, что в некоторых телеграм-каналах она водится. И прошу вас, не пугайтесь тех, кто в After Effects никогда не работал. Этот документ очень простой, там можно сделать крутую анимацию буквально-таки за несколько кликов. Да, вот так вот выглядит мой Adobe After Effects. Не пугайтесь, пожалуйста, у меня просто очень широкий монитор. Я, естественно, буду приближать кадр, когда нужно будет что-то объяснять. Начнём практику с самого простого, с персонажей или портретов. Нарисовали вы какого-то персонажика и хотите его анимировать. Открываете документ и нажимаете на кнопку «Импортировать фото». После этого закидываете картинку в проект, и вам необходимо выровнять её так, чтобы она заполняла всё пространство целиком. Это делается параметром Scale. Я думаю, что вы здесь в данном случае не ошибётесь. В левом столбике просто подгоняем всё по размеру. Причём не обязательно использовать именно этот формат. Когда мы будем экспортировать наш документ и превращать его в видео, он предоставит нам несколько форматов изображения, включая даже форматы для социальных сетей. Дальше нажимаем кнопочку «Сетап», и мы перемещаемся в отдельное специальное окно, где вы увидите две вот такие вот маски. Мужскую и женскую. И здесь всё зависит от того, какой ваш персонаж. Маленький спойлер, для эльфов лучше всего подходит женская маска. После чего, как вы сами уже догадались, нам необходимо эту маску на нашего героя надеть. Мы здесь используем несколько параметров. Параметр Scale, он же масштаб. Параметр Rotation, он же вращение и так далее. Если лицо вашего героя изображено не в анфас, а под каким-то необычным углом, то вам необходимо зайти во вкладочку «Effect Controls», и там будет отображаться специальный бегунок для того, чтобы поворачивать эту самую маску в 3D-пространстве. То есть, по сути, можно найти аналогии почти под любой ракурс. Я настоятельно рекомендую вам редактировать маску стандартными инструментами ровно до того параметра, пока нос и глаза не будут на одном уровне, как на вашем персонаже, так и на маске. Дальше в панели «Effect Controls» вы могли заметить такой до боли знакомый инструмент. Это Smart Tool или же палец, и он работает точно так же, как в фотошопе. Догадались, что нам нужно делать? Правильно. Подогнать грани маски под ваш рисунок, чтобы линии челюсти, уши, глаза, нос и рот были на своих местах. А также на своих местах была линия волос, хотя бы та, которая есть на маске, размер глаз и другие параметры. На самом деле это очень медитативное занятие, и в этом занятии можно залипнуть ой как надолго. Но здесь отдавайте себе отчет в том, что чем правильнее будет эта маска, расположенная на лице вашего героя, тем правильнее будет анимация, и ничего у вас в рисунке не сломается. Вы даже можете проверять то, как у вас получается некая форма вашего рисунка, или же карта глубины лица вашего персонажа. Для этого вначале нажмите мышкой на кнопку X-Ray Mode, после этого перейдите в Effect Controls и снимите там галочку с параметра. После чего вы увидите вот такую вот карту глубины лица героя. Она, естественно, не должна соответствовать на 100% лицу вашего персонажа. Она просто должна более-менее передавать пропорции для будущей анимации. И заранее предостерегаю вас от одной ошибки. Внимательно нужно относиться только к лицу и к шее героя. Плечи и трапеции большой роли не играют. И если у вас оно, что называется, не натягивается, то сделайте просто максимально возможную хорошую версию, и дальше мы уже перейдем к анимации. Сейчас будет небольшая минуточка продажности, и после этого мы продолжим. Для всех тех, кто рисует и хочет реализовать себя в коммерческой иллюстрации, приглашаем вас на курс от образовательной платформы Skillbox «Профессия коммерческий иллюстратор». Вы научитесь рисовать в разных графических редакторах, таких как Photoshop, иллюстратор, Procreate, выстраивать композицию, работать с цветом, делать анимацию и так далее. Курс будет длиться 16 месяцев, и при этом Skillbox гарантирует вам трудоустройство или идет возврат денег. При этом оплата за курс идет только после 6 месяцев обучения. Для студентов доступны закрытые воркшопы и дизайн-спринты. Этот курс – это практическое обучение от лидеров рынка, Pixis, Choice Studio и других. Вы научитесь профессионально создавать коммерческие иллюстрации, персонажей и анимацию, узнаете, как продвигать личный бренд и сделать портфолио, и начнете зарабатывать творчеством уже во время обучения. Также всем, кто записывается, будет доступен крутой подарок – курс «Дизайн на фрилансе в Digital». А кто хочет получить скидку на курс «Коммерческий иллюстратор», добро пожаловать по ссылочке в описании. Приятного вам обучения! Огромное спасибо, если рекламу не перемотал или не перемотала. Продолжаем. А дальше у нас все предельно просто. Если вы все еще работаете с маской, нажмите на X-Ray моды и отожмите там галочку. Если отжали, то все замечательно. Возвращаемся в основное меню, и теперь видим вот такой вот волшебный квадратик. И бум! Магия! Перемещая этот квадратик, вы будете видеть, как ваш персонаж, что называется, крутит головой, меняет направление взгляда и тому подобные штуки. Но для того, чтобы анимация была чуточку реалистичнее, мы немножечко накинем вот этих волшебных эффектиков. Здесь есть две кнопки – освещение и частицы. Вы можете добавлять какие-то источники освещения, перемещая вот эти вот бегунки. Или же можно добавить частицы для того, чтобы чувствовалось вот это самое 3D-пространство при анимации. Они будут на разных планах, благодаря чему взгляду зрителя будет полная иллюзия о том, что он смотрит на 3D-объект. И подчеркну, несмотря на то, что Adobe After Effects достаточно сложная в освоении программы, если вы владеете фотошопом, то на самом деле, просто поковырявшись в параметрах, вы запросто сможете все освоить. Я просто перемещаю несколько бегунков в виде блюра, в виде количества частиц, в виде их прозрачности и тому подобных вещей. Здесь, к счастью, есть не только частицы, но и всякие эффекты снега, дождя, конфетти, какой-то пыли и, в общем, все, что душе угодно. Более того, я обрадую и тех, кто After Effects уже пользовался. Здесь не нужно проставлять даже ключевые кадры, они проставляются автоматически. Для того, чтобы активировать анимацию, убедитесь, что бегунок таймлайна находится в самом начале. Возле чего отмерьте количество секунд, которое будет длиться ваше видео или конкретный его отрезок, и переместите этот красный квадратик на картинке в другую точку. У вас должна появиться вот такая вот линия или несколько вот таких вот линий. Считайте, что анимация готова, и нам просто нужно отрендерить видео и его экспортировать. Для этого нажимаем на специальную кнопку, которая находится на главном экране. Она переадресует нас в основной документ, где есть композиция Export Presets. И здесь уже сам Volumax предоставит вам несколько видов форматов, в которых вы можете ваше видео отрендерить. Допустим, мы выбрали классику 16х9, 1920х1080. У нас открывается отдельное окно композиции, и единственное, в чем здесь нам надо убедиться, чтобы тот отрезок, который мы будем рендерить, соответствовал нашему таймлайну. Так как по дефолту время в Volumax установлено в 3 секунды, а если вы хотите сделать анимацию в 7 секунд, вам необходимо вот эти вот бегунки немножко увеличить, для того, чтобы увеличить сам отрезок времени. После чего нажимаете Ctrl-M и перемещаетесь в меню рендера. Выбираете понравившийся вам или просто удобный вам формат, место, куда сохранять анимацию, и нажимаете на кнопочку Render. И некоторое время наслаждаетесь тем, как After Effects обрабатывает изображение, и у вас получается клёвый видосик, который вы можете использовать в социальных сетях и не только. На данном этапе может возникнуть резонный вопрос. А что если вы рисуете не персонажей, а, к примеру, окружение? Справится ли Volumax с ним? Да ещё как справится. Портрет — это, по сути, самое примитивное действие, которое может сделать эта крутая штука. Единственное, в случае окружения или же рисунка с каким-то большим количеством деталей или персонажей придётся дольше заморачиваться на этапе сетапа. То есть, в случае окружения вам необходимо будет масками выделять различные планы, для того, чтобы система поняла ту самую карту глубины. А если у вас вот прям совсем-совсем навороченная картинка, где очень много каких-то элементов, деталей и всего прочего, то есть два способа — лёгкий и чуть-чуть посложнее. Лёгкий способ — это если у вас есть Photoshop в версии 2022 года и в нём скачаны все Neural Filters, которые только есть. В этом случае всё, что вам необходимо сделать — это зайти в Photoshop, открыть вашу фотографию или рисунок и применить специальный экшен, который находится в папке с данной фичой. Этот экшен создаст карту глубины, о которой я подробнее расскажу в одном из следующих роликов. И впоследствии импортировав в Volumax и картинку, и карту глубины, вы превращаете её в иллюзию 3D. Более сложный способ — всё делать руками, то есть обводить всё масками и потом уже в настройках делать вот эту карту глубины вручную. Но, тем не менее, это совершенно реально, и финальный результат, который выдаёт эта фича, оправдывает всё затраченное время. После этого ваши картинки что в артстейшне, что в инстаграме оживут и будут выглядеть ну очень-очень-очень круто. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там, говорят, есть очень много интересного и всё бесплатно. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на кнопку треклятого колокольчика. А с вами был Алексей, всем удачи и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok